Вы знаете, что объединяет андроид и сладости? Как по почерку определить, кто является автором документа либо сообщения? Сможете ли вы ответить на вопрос, что придумал предприимчивый англичанин, когда в Индии местные жители захотели воспользоваться его невнимательностью? Что придумал Гершель, чтобы установить, получил ли человек денежное довольствие или нет? В качестве подсказки этот способ использовали китайские торговцы, чтобы подтвердить сделку. Время пошло. На эти и другие вопросы с легкостью ответили воспитанники профильного экспертного класса средней школы номер 5. Они стали гостями праздничного мероприятия, которое организовали для них в музее. Его воуправление открыли недавно представители Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. В данном музее представлены все основные виды экспертиз, которые проводятся на территории Брестской области. Это 5 основных групп. Криминалистические, специальные, технические, судебно-медицинские и судебно-психиатрические. Из наиболее старых традиционных видов это, естественно, криминалистические и судебно-медицинские. Потом по времени развития были специальные и технические экспертизы, наиболее молодой современный вид, который сейчас развивается семимильными шагами. Мы не стоим на месте, подстраиваемся под потребности правоохранительных органов, которые подстраиваются под потребности текущей ситуации. Среди необычных экспонатов и копия приказа номер один об обороне Брестской крепости, представленная на экспертизу специалистами мемориала для того, чтобы подтвердить авторство Ивана Зубачева. И специализированная техника, которой в своей работе пользовались эксперты. Последство с музеем в актовом зале интерактивная зона, где ребята смогли попробовать себя в роли эксперта-криминалиста, выявить следы на поверхности, составить по заданному описанию портрет, либо проверить подлинность документа. Прибор контроля подлинности. Мы на нем проверяем, давайте посмотрим на примере денежного билета Республики Беларусь, который вышел из обращения. В ультрафиолете светятся защитные волокна. В инфракрасных лучах пропадают некоторые изображения. Это все связано со свойствами краски, которым выполняется. Потому что зачастую те, кто делают поддельные денежные билеты, они всех тонкостей не знают. И, как правило, у них либо один способ, либо два, но такие попроще. Они тяжело, тяжело скопировать его знак. Пройти процедуру дактилоскопии, как цифровую, так и аналоговую. Мы именно занимаемся идентификацией, то есть по взятым следам рук, которые с использованием мобильного приложения присылаются к нам в отдел. И мы уже прорисовываем скелет, и программа уже по точкам, расставленным, уже осуществляет поиск по картоте. Съемочная группа нашего телеканала не удержалась и тоже почаствовала в интерактиве. Давайте я продемонстрирую на валики, то есть краска наносится ровным слоем. Специализированная, да? Да, да, да. Специальная краска фископическая. Вот, это бланк установленного образца. Вот, после чего на данном бланке мы прокатываем. Сами ребята, участники мероприятия, отмечают, что было очень познавательно и интересно. Интересно было, узнали, как проводится неполная разморка автомата Калашникова 1974 года, пистолета Макарова, посмотрели на разгрузку, на бронежилет, на шлем. Довольно-таки все интересно, там даталоскопия стоит, тоже поразбирались, сняли отпечаток, фоторобот составляли. Я собираюсь двигаться дальше в этом направлении и решил уже связать свою жизнь, в принципе, с этим. Я сейчас определяюсь между Академией МВД и конкретно пойти на судебного эксперта, либо в пограничный институт города Минска. Мне понравилось, как выявляют фальшивые документы, как выявляют правильные документы. Это вполне было очень интересно. Также другие вещи, как сказал мой друг, даталоскопия, фоторобот и многое другое. Везде было интересно, но так как мы такой класс, мы часто посещаем такие мероприятия, как бы что-то уже знаем, что-то уже узнали, что-то больше нам показали. Даже те же отпечатки пальцев на себе проверить, там, где если мы смотрели просто по базе, то так уже ощутили себя в этой профессии. Сотрудничество Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области и учащихся продолжится. Спасибо.